Всем привет, друзья! Перед вами орхидейка, у которой нет названия и не знаю, как цветет. Она у меня появилась как сюрприз, поэтому не могу сказать, какой сорт и как цветет, потому что ни разу не цвела в моих домашних условиях. Сегодня хочу ее пересадить, потому что мох уже потемнел, испортился в посадке. И корешки плохо растут, но есть некоторые корешки, которые раскуклились. Вот, друзья, смотрите, вот корешок есть, который раскукленный. Поливала я два дня назад. Ну, в принципе, корешки есть. Сейчас ее вытащим с горшочка. Она мне, знаете, на кого похожа? Пишите, друзья, может, кто узнает по листочкам, что это за орхидейка. Она мне похожа на ирендопки, у которой примерно так кручаются листочки, вниз загибаются. Взяла ножнички. Перед тем, как использовать их и пинцет, обработала в спирте. Так, сейчас мы будем этот стаканчик, ну, попробуем вот так вот снять, чтобы не разрезать, друзья. Вот так вот помнём немножко. Аккуратненько. Если она не вылазит, в принципе, она должна вылезти, орхидейка, с этой посадки. Лёгким движением слегка надавили. Посрединке давила. Вот смотрите, здесь нет корешков. То есть я ее не потревожу. Посрединочки нажали слегка и вытащили мы нашу орхидейку. Этот стаканчик транспортировочный целый, невредимый. Так что можно будет, если что, пересадить какую-то сюда маленькую орхидейку. Так, разбираем наш мох. Мох я хочу полностью убрать, потому что, видите, он внизу уже почернел. Полностью поменять орхидейки посадку. Будем делать посадку достаточно влагоемкую, потому что орхидея сидела во мхе. Смотрим, сколько у нас здесь корешков. Быстренько разобрали посадку. Поливала два дня назад, как я уже говорила. Мох влажный, пропитался полностью, поэтому без проблем отошел от корешков. Вот у нас есть здесь хорошие корешки. Сейчас покажу, как я обрезаю корешки. Так, проверяю я. Вот так вот беру, пустые или нет. Вот этот корешок пустой. Обрезаю вот так вот полностью по вот эту. Потому что он полностью, видите, весь сухой, пустой корешок. Вот он, мягкий, без жгута уже пропал. Вот этот тоже корешок убираем. Так. Этот корешок, он хороший. Половину хороший. Вот так вот обрезаем здесь. Смотрим наверху. Ну, он может, я думаю, пропасть. Да. Мы его обрежем полностью. Хотя мало корневой системы у орхидеи. Но ничего страшного, она растит. Вот это тоже пустой. Обрезали. Это все остается у нас. Смотрим с этой стороны. Вот этот тоже пустой корешок. Обрезали. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Так. Вот что у нас осталось. И вот еще сухой засох корешочек. Оп. Обрезали. Проверяем наш стволик. Зачищаем. Все ненужное. Стараемся убрать чешуйки все. Может произвести дополнительное распространение инфекции. Любой. Поэтому стараемся как можно чище зачистить ее. Сделать чище стволик орхидеи. Так вот обрезали. У нас только один вот этот корешок раскуклился. И все. Поэтому орхидейке была необходима пересадка. Ей было плохо в этом мхе. Много листочков у нее. Она у меня нарастила два листика. Вот эти вот они. Два верхних. Это она приехала с этими вот листочками. Так. Все. Зачистили. Все сделали. Обрезали. Сегодня никакими фунгицидами обрабатывать не буду. Потому что не вижу необходимости. Так как корешки не гнили. Они просто засохли. Не такие, что с гниением. Это гниение на корнях. Если вы вот так вот их потрогаете. Коричневые. Корешки коричневые. Ну и они такие, как жижа. Тогда это у нас гниль. И тогда есть смысл обработать, например, привикуром, магникуром. Орхидейку. Замочить корневую систему. А так не вижу необходимости ее замачивать. Все. Орхидейку мы зачистили. Сняли ей мох весь. Убрали ненужные корешки. Все. Ищу я горшочек, чтобы ее пересадить. И наберу сейчас грунта. Взяла вот такой стаканчик. Внизу сделала отверстие. Пять достаточно. Привезла я эти стаканчики из Германии. Их четыре штучки. Шло в упаковке. Полтора евро стоит. Объем 400 миллилитров. На дно я положила керамзит. Промыла его. Из пачки достала. Я купила вот такой керамзит у меня. Дренаж. Здесь разный керамзит. И строительный, я так поняла. Вот он. И гладкий керамзит. Вот такой. Разные фракции и разные. Вот у меня такая пачечка. Не помню, по чем я брала. Вот такой керамзит покупаю. Ну, какой есть в магазине, такой беру. Вот насыпала, промыла. Все. Теперь сюда, на дно, я обязательно положу кокосовое волокно, чтобы сделать хорошую аэрацию воздуха. Чтобы корешки дышали. Так как у нас проблемные корешки. Мы сделаем, чтобы внизу не застаивалась водичка. Чтобы посадка не была долго влажной. И чтобы просыхал грунт быстрее. Вот так вот. Кокосовое волокно у меня длинное. Все, достаточно. Беру кору. У меня вот такая карапинья. Похожая на архиату. Вот так вот ее вниз. Теперь усаживаем нашу орхидейку. Вот. Замечательно она села у нас. И теперь мы заполняем горшочек. Добавим коры. Это фракция средняя. 9-15 миллиметров. Я посмотрю. Если будет сильно долго влажно в посадке. Буду делать отверстия по бокам горшочка. Пока будет так. Так. Теперь добавляю я циолит. У меня мелкий циолит. Какой был? Такой купила в интернете. Так. Постукиваем. Он опустился вниз. Гранулы циолита. И добавлю сюда еще серамис. Гранулы циолита будут впитывать в себя влагу. А потом постепенно отдавать корешкам нашей орхидейки. Также гранулы циолита обогащены минеральными компонентами. Которые также не помешают нашей орхидейке. Так. Добавляю следующий слой. Будет как послойный пирог. У нас. Так. Еще раз. Теперь слой циолита с серамисом. И все. И конечный будет результат уже кора. Немножко на глаз, друзья. Смотрите, какую вам нужно сделать посадку. Сильно влагоемкую, умеренно влагоемкую. И пока мы пересаживаем орхидейку, друзья, подписываемся на канал. Ставим пальчик вверх. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И вам так будет легче ориентироваться по выпускам новых роликов. Берем палочку от суши и аккуратненько распределяем нашу кору. Еще, друзья, можно заполнить. Почему сейчас в основном использую кору пении и средней фракции? Потому что у меня много подросточков. И я ее купила по акции на сайте Top Dreams. Это сайт, где продаются и орхидейки, и наши препаратики там, кора. Все, что хотите для наших есть там любимых орхидей. И, кстати, там очень часто бывает эта акция для вот такой коры. Покупала 4 литра, 168 гривен. Вообще недорого. Она очень схожа с архиатой. Влагоемкая, хорошая кора. Так, стараемся не заглубить нашу серединку. Вот так вот получилось. Я имела ввиду нашу шейку. Не заглубить стараемся, чтобы вот здесь вот все дышало у нас, проветривалось. Так, вот так вот у нас проветривается все. Все. Вот такая у нас посадочка вышла, друзья. Смотрим. Правда, кореш... А, вот корешок прослеживается. Есть один. Будем наблюдать по нему. Вот корешок также прослеживается. То есть, корешки у нас есть видимые. Будем наблюдать за ними. Так, вот у нас такая посадка вышла. Внизу достаточно воздуха для корешков. Они будут тянутся вниз на керамзит. Делаю такой слой. Люблю всегда с керамзита делать. Некоторые сейчас также к керамзиту добавляют и лаву. У меня есть лава в смеси орхидпон. Я добавляю вот сюда ее. Это гранулы такие. Входит орхидпон в состав. Циолит, лава, пемза. Также гуминовые вещества. Мне тоже нравится такой грунт. Ну, сегодня я решила посадить в циолит и серамист, друзья. Вот так у нас посадочка сегодня получилась. Красота в новом домике. Всем хорошего настроения, любви, здоровья, благополучия. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых видео. Еще небольшое примечание. Поливать буду завтра. Наверное, с антистрессовым препаратом. Так как у нас орхидейка получила небольшой стресс. Пересадили ее. Может, добавлю туда НВ-101 плюс янтарную кислоту. Либо аминостар. Это тоже антистресс. Можно его разбавить. По инструкции. Все на сегодня. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.